Всем привет! Это очень короткое видео о пресетах тканей, которые использую лично я в Marvelous Designer. Для себя я подразделяю все пресеты на мягкие, жесткие, нейлон, ультра жесткие и другие. Мягкие пресеты. Самый мой любимый пресет это Default for Simulation. Это, так сказать, основа. Это база. Он подходит для худи, футболок, рубашек, хлопковых брюк и шорт, для не слишком легких платьев. Это мой самый любимый пресет. Я использую его в каждом проекте. Также иногда я использую некоторые виды хлопка. Это Cotton Poplin, Cotton Oxford и Cotton Chambray. Я использую в основном их для моделирования рубашек. Иногда они пригождаются, но все-таки больше я использую дефолтный пресет. Жесткие пресеты. Это Trim Fusible Rigid и Trim Hardware. Они незаменимы для создания сумок и ремней. Самая моя любимая категория это пресеты нейлона. Nylon Canvas, Nylon Featherweight и Nylon Matte. Самый мой любимый это Nylon Featherweight. Он очень хорош при создании маленьких складок и нейлоновых курток. Ультра жесткий пресет к сожалению всего лишь один. Это Trim Full Grain Leisure. Он просто великолепен для каркасов, брони, ремней и для создания фейковой ткани для крепления тримов. Также я иногда использую пресеты, которые подразделяю в отдельную категорию. Первый вид это Denim. Denim Raw и Denim Lightweight. Первый подходит для жестких плотных джинс, второй для более легких. Еще я иногда использую пресеты шелка. Это Silk Organza, Silk Chiffon и Silk Double Jarret. Они очень хорошо проявляют себя в создании объемных подъюбников и легких платьев. Перейдем к физическим свойствам пресетов. Как видите их очень много, но использую я только последние три. Это Internal Damping, Density и Friction. Internal Damping and Density. Для себя я определяю эти два параметра как удельный вес и плотность ткани. Если прибавить эти два параметра до максимума, то ткань сразу же станет плотной и будет более подвержена гравитации. А если наоборот убавить их до нуля, то ткань сразу же станет легче и будет стремиться наверх. Friction. Трение это очень полезная штука. Предположим, нам нужно переместить рукав ближе к плечу. Мы тянем его в режиме симуляции, но он все равно сползает по руке аватара вниз. Тогда можно сделать так. В режиме симуляции пододвигаем ткань ближе к плечу, выключаем симуляцию. В физических свойствах прибавляем параметр трения и включаем симуляцию. Как видите ткань застревает на одном месте и можно более точно распределить складки. Вы можете наблюдать перед собой кубик из ткани. На нем пресет Trim Full Grain Leisure. Он хорошо держит форму. Но если мы переключим пресет на дефолтный, то кубик сразу же упадет вниз мягкими складками. С пресетом Trim Hardware кубик упадет вниз, но складки будут не так выражены. А с пресетом Trim Fusible Rigid кубик будет держать свою форму с четко очерченными гранями. Для себя я подразделяю складки на более округлые и более угловатые. Например, с пресетом Default Force Simulation складки имеют средний размер и округлые очертания. Но если мы переключим на пресет Nylon Featherweight, то складки сразу станут мельче и примут угловатую форму. Подытожим. Я использую примерно 1-3 мягких пресетов, 2 жестких, 1 ультра жесткий и 1-2 ультра мягких. В итоге я использую всего 6-7 пресетов из 74. Не стоит использовать все пресеты, вы просто-напросто в них запутаетесь. Выделите для себя любимые и используйте их. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на Boosty, всем пока! О, блядь, это сложный пиздец! О, блядь… О , блядь, отп economист. О, блядь, этоào? Продолжение следует...